всем привет мои дорогие зрители и подписчики с вами как всегда сладкоежка недавно я делал реакцию на один из видеороликов от вернама значит название было педофилы в геометрии дэш да мы смотрели вот как вернам рассказывал про педофила в данной игре ну что ж он там упомянул один видеоролик который мы сейчас с вами посмотрим а именно это гитар hero стайлз все очень плохо продолжение ситуации вот принципе мне очень интересно посмотреть от видеоролик плюс я вам обещал то что будет реакция поэтому ребят всем желаю приятного просмотра выращивая меня зовут вернам всем привет дарова сегодня мы будем говорить о гитаре на человеке который нехило облажался и в принципе ситуацию вы всю уже знаете и без меня я не буду в сотый раз пересказа ну лично я не знаю вот я знаю только можно сказать некоторые факты да вот а чтобы полностью историю узнать то нет очень подробно скринами просто скажу кратко что было чел свою девушку насиловал чел свою девушку мудохал чел устраивал осуждаю такое ты чё психологический триллер свои девушки каждый раз когда она ему в чем-либо отказывала в общем муж ну я в принципе понимаю что значит психологический триллер вот и на года и параллельно с этим он еще умудрялся и слать малолеткам свою пипиську короткую не знаю зачем не знаю почему свою пипиську слал малолеткам боже мой куда мир катится ребята чему но эту ситуацию все и так знают теперь уже к делу что же произошло дальше об этом уже практически никто не снимал особенно на русском ютубе сначала гитара подобосрался когда увидел несколько тысяч лайков буквально за один час как говорится гитара такой человек да не сильно пушистый то что вы видите шоу кейсы вроде на его канале если не ошибаюсь он их снимает да вот за этими шоу кейсами таится темная сторона это в твиттере где лайков обычно набирается мало и сделал извинения потом он их взял и просто удалил отлично понимаете ребят вот он написал извинения и удалил это как-то странно дальше что хочу сказать хочу сказать то что у каждого своя жизнь вы это знаете да вот и каждый решает как ему в жизни двигаться передвигаться вот и что ему делать но это конечно переходит все границы но насчет его девушки это конечно да здесь про жизнь сказать верно да потому что это его жизнь вот и ну такое дело конечно но просто это человек находится в игре он обитает хорошей популярностью да и типа как-то не очень личная работа гитара и потом чтобы вы думали начался просто тотальный игнор ситуации чел начал делать вид будто ничего не произошло потому что он понял то что хейт из твиттера просто не добирается до его канала у него слишком большой гмд канал да у него вроде 2 миллиона подписчиков и все эти хейтеры из твиттера просто ничего не могут ему сделать и он посоветовался с кем-то адвокатом насколько мне известно взял и забил продолжил стримить и так бы все и продолжалось казалось бы на этом конец истории все на него поматерились он сказал интернет как мне говорил один подписчик помнит все то есть люди в этом комьюнити они это помнят и не факт что рано либо поздно это забудут ну и извините потом удалил извинеть сто процентов найдутся такие люди которые будут помнить это однодолго и продолжил снимать видосов ни в чем не бывало но нет ладно если бы там какой-то ноунейм был педофилом да там поговорили поговорили и забыли да вот но здесь человек то популярный кторик большому сожалению есть продолжение как вы думаете что произошло правильно гитара начал комментировать эту ситуацию себя на ютубе и они про тот youtube видос который все и так видели я про то что он говорил на испанском на своих стримах и так далее сейчас я читаю пару невероятных цитат цитата первая с тех пор как я извините я прервусь в общем этот дурачок говорит если честно я не понимаю что здесь написано стриме мол он добровольно покинул позицию модератора в такой смешной учила забрали модерку снесли ему аккаунт и перенесли все его левел на дэшеду рил ребят я так добровольно отказался от модыр дальше вторая великая цитата а куда еще какие цитаты могут быть дальше с тех пор как я отказался от модераторки мне стало полностью насрать на то что происходит в игре если они то есть экспоузеры думаю то что они не навредят нет у них не получится как же я сейчас счастлив ну да в принципе вполне нормальное поведение для человека который бил и насиловал свою женщину офигенно ужас братан как же ты счастлив ребят а кто из вас не был участок если вам с рук такая хрень сошла ну и дальше самая веселая цитата мне интересно как на это девушка отреагировала проходит сраный изи круто есть нормальная уважающая себя девушка да не поддавалась бы таким ситуациям я считаю стрим демон супер скил это конечно не мое дело весь чужую жизнь вот поэтому я и не буду да вот просто как-то это странно и говорит типа в любом случае я уверен то что такие ситуации даже верно вам это подчеркнул ну типа они не одноразово повторялись потому что он говорил вроде ситуации да вот а ситуация это значит несколько раз ну да братан эксплуатинг настолько фейковый тоже тебе снесли аккаунт в дискорде потому что подтвердилась реальность всех сообщений настолько фейковый то что пруф на тебя больше чем бесящих телок на вписок хулимерика в общем это просто жесть казалось бы тут мог быть финал но у меня вопрос уже даже не к саму гитаре что он уродец ты так уже понятно ну кому не ясно что он мразь вопрос к участникам самой главной команды джон дэш гео шторм все эти гэсники начали под twitter тренд с этим гитарой кидать свои сообщения с ним как он описал стрёмные вещи как там он писал джоннипер такая горячая а и вот скажите где высока были все эти годы почему вот любой другой известный чел более-менее не грестник имеется ввиду вылетел бы со свистом из комьюнити после первого же такого сообщения вот попробуй какой-нибудь я не знаю там эрили напиши пару лет назад то что джоннипер сексуальный да они на тебя так как рысится что сильнее чем скуруми будет а теперь внимание гитара гэстик ну гэсника можно пару лет и потерпеть правда ведь то есть чел 100 похоже так получается только лет писал хреново пойми какие вещи внутри гэс вне гэс предлагал джоннипер жениться да что уж там даже я вернам чиноби даже я допер то что с этим что-то не так и постоянно на своих стримах говорил то что гитара следующий педофил и что в итоге они его просто покрывали получается не стройте из себя блюстители порядка гэсники с вашего молчаливого одобрения этот чел занимался этой хренью столько сука лет и вы теперь говорите мы получили такие сообщения ну да а все предыдущее этих сообщений можно было ему простить отличная работа виприн зато молодцы установили виприн фильтр на рейд демонов гд так держать красавцы в общем у меня все и перед тем как и попрощаюсь я скажу в очередной раз twitter гд комьюнити полностью бессильно меня челла у которого полумертвый канал на 40 как подписчиков они не могли убрать два года а теперь они до двух миллионника пытаются полезть удачи это просто удачи всем пока да вернам конечно разорвал этим видосом дорогие мои зрители и подписчики что я вам в принципе хочу сказать насчет данного видеоролика видеоролик получился пути на плохую тему да вот можно сказать даже на очень плохую тему вот но подача вернама это что-то вот было интересно посмотреть как он рассказал ситуацию о гитаре что произошло что было вот он высказал свое мнение да вот монтаж видосе хороший это однозначно пути видос старый но видно 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 он сейчас можно сказать монтаж даже улучшил вот это заметно так что ребят еще раз скажу у каждого своя жизнь свои дела свои проблемы но надо просто некоторых моментов включать мозги вот чтобы не происходили такие ситуации и подобные и вообще какие-либо ситуации от души вам всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции мнение насчет данного видеоролика всем я желаю ребят добра всем удачи и всем пока пока